Война на Востоке Война, на которую ушло более 4 триллионов долларов, унесла жизни миллионов мужчин, женщин и детей. Она завершилась выпуском нового оружия для новой эпохи. Вторая мировая война стала важнейшим событием в истории человечества. И эти люди — часть той эпохи. Живые свидетели побед и трагедии, принесенных в разные части света войной. Эти люди расскажут о том, как на их глазах создавался наш современный мир. Руками тех, кто мог заплатить, и тех, кто уже не мог встретиться. Ценой империи. Чего стоит империя? Вторая мировая война завершилась более 70 лет назад, но вообще-то войны не заканчиваются. Воспоминания тех, кто пережил войну, невозможно стереть из памяти. Мальчишка, 16 лет, представляете? Я слышу голос, помоги, помоги мне. Пять тысяч кораблей собрались вместе. Вот это было зрелище. Меня едва не убило. Нас осталось трое. Мы сражались. Нам никто не верит, раз мы вернулись. Я вернулся с войны живым. Это у нас считалось постыдным. Как судьба человека непредсказуемая. Чтобы понять столь масштабное событие, нужно начинать с самого начала. С того, что Черчилль назвал «надвигающейся бурей». Серия первая. «Надвигающаяся буря». В 22-й день 20-го века одна семья понесла тяжелую утрату. То была большая семья. Зависть и раздоры не были в ней редкостью. Но брачные и другие союзы, заключенные членами этой семьи во всех европейских державах, создавали пусть ложное, но успокаивающее ощущение порядка, стабильности и преемственности. Именно эти качества демонстрировались народу, когда коронованные особы, великие герцоги, прямые и возможные престолонаследники шествовали за гробом королевы Виктории. На трон взошел Эдуард VII, давший имя Эдвардианской эпохе. Его правление пришлось на время волнений и нарастающие смуты в обществе. На его похоронах в 1910 году за гробом шли те же высокородные особы. Среди них было трое кузенов. Немецкий кайзер, для родных просто Вилли. Британский король, он же император, для родных просто Джорджи. И очень похожий на него русский царь, для родных просто Ники. Через четыре года после похорон трое кузенов станут заклятыми врагами. А мир, который создавался сотни лет, останется в прошлом. Из троих кузенов корону сохранил только Джорджи. Идея династии утратила всю притягательность. Но идея империи, как мы увидим, еще сохраняла очарование. Когда, наконец, закончилась разрушительная Первая мировая война, власти по всему миру решили доказать, что все принесенные жертвы были не напрасными. Социальное неравенство было сглажено, если не из-за войны, то, можно сказать, в качестве возмещения потерь. Ирландия получила частичную независимость, женщины право голоса, царь был свергнут в ходе коммунистической революции, Германии на смену милитаристскому правительству пришла либеральная демократия. Воздушные первопроходцы объединяли континенты. Казалось, что мир, ради которого столько людей отдало своей жизни, будет вечным. Наконец, можно было расслабиться. Человек наслаждался эпохой джаза и отплясывал Черльстон. Жизнь будто бы возвращалась в нормальное русло. В Берлине открывались кабаре, в Париже выступала мистангет. Вышли первые звуковые фильмы. В рекламе утверждалось, что в мюзикле «Певец джаза» с Эллом Джолсоном сияет больше звезд, чем на небесах. А с появлением радио знаменитые исполнители вошли в каждый дом, вытеснив традицию семейного музицирования. Согласно древней традиции британской монархии, новый правитель составляет письменное послание для своих подданных. Но теперь, благодаря научному прогрессу, я могу сделать это послание более значимым, обратившись ко всем вам лично. Радио привнесло в мировую культуру такие жанры, как мыльная опера, новостная сводка и викторина. Такие качества поощряются и высоко ценятся. Но Первая мировая война была подобно запущенной ранее, которая медленно губит весь организм. И она сама, и перемирия после нее обошлись нашему миру слишком дорого. Две великие войны 20 века, разразившиеся после смерти королевы Виктории, связаны между собой. Многие историки рассматривают их как единый конфликт, прервавшийся ради краткого и ненадежного перемирия. Но и те, кто рассматривает две мировые войны как отдельное явление, согласны, что вторая проистекала из первой. А точнее, из ее последствий. Из поступков проигравшей стороны и решений, которые приняли победители. Версальский дворец – один из главных монументов власти в Европе. Это роскошное сооружение было воздвигнуто не во славу Господа и не во имя высокой цели. Оно было построено по прихоти одного лишь человека, короля Франции. Этот памятник абсолютной власти великолепно подходил для подписания мирного договора после мировой войны. Победители продемонстрировали свое превосходство столь явно, что долгосрочный мир был просто невозможен. Состав участников на свою виду определяли победители. Советская Россия не была приглашена на переговоры. А проигравшая сторона, на чью землю за всю войну не ступил враг, получила соглашение уже в готовом виде. Оставалось лишь подписать его без обсуждений. Согласно договору, главной и единственной причиной войны были действия немецкого правительства. Поэтому к Германии были применены унизительные санкции в трех аспектах – военном, экономическом и территориальном. Отныне немецкая армия была лишена военно-воздушного флота, танков и подводных лодок, а ее состав был сокращен до 100 тысяч человек. Германия была обязана компенсировать бывшим противникам все убытки, понесенные во время войны. Размер репараций подсчитала победившая сторона. И, наконец, карта мира также сильно изменилась. Проигравшая сторона лишилась заморских колоний, 12% своего населения и 13% своей европейской территории. Версальский договор не просто сместил границы на карте Европы. Он разрушил многовековую империю Габсбургов. Габсбурги обрели господство над Центральной Европой благодаря своим завоеваниям, Брачным и другим союзам. Центр власти их могущественной державы находился в имперской столице – Вене. Границы Габсбургской империи простирались от Балкан до Центральной Европы. Она объединяла множество языков, национальностей и религий. Политическая нестабильность внутри империи породила три главных конфликта в истории 20 века. Речь идет о Первой и Второй мировых войнах, а также о Холодной войне. То, как версальские миротворцы распорядились имперской территорией после Первой мировой войны, сделало новый конфликт практически неизбежным. От былого величия Австро-Венгрии не осталось и следа. На месте Балкан отныне была Югославия, а в Центральной Европе были возрождены или созданы новые государства – Чехословакия, Венгрия, Польша, страны Балтии. Дальнейшее существование новых стран зависело от доброй воли сильных соседей. Но полагаться на них не стоило. Немецкие власти выражали недовольство тем, что немецкоговорящие меньшинства оказались за пределами Германии. А Россия тем, что ей не вернули земли, отданные империалистической Германии по условиям Брестского договора, после которого Россия вышла из войны. По выражению жившего в изгнании Кайзера, Версальский договор привел к миру, после которого был невозможен мир. Первым шагом к исправлению того, что Германия считала несправедливостью, было создание так называемой «Великой Германии» или «Гроссдойчланд» — объединения немецкоговорящих народов. Первым значительным действием было отнюдь невозвращение утерянных территорий. Наоборот, с лица земли окончательно оказалась стерта империя, которая являлась частью Европы с 13 века. В 1938 году произошел аншлюз — присвоение Германии территории Австрии. На референдуме, последовавшем за аннексией, 99% австрийцев одобрило это присоединение. Затем внимание Германии обратилось на другие немецкие общины за пределами страны. Во-первых, на Судетскую область в Чехословакии. Затем последовала Польша, а вскоре разразилась Вторая мировая война. Но всему этому предшествовал ряд других событий, которыми были отмечены 20-е и 30-е годы. На смену эпохи джаза пришла Великая депрессия, которая повлекла за собой становление диктатур во многих странах. Американский президент Вудро Вильсум пытался взять на себя главенствующую роль при составлении Версальского мира. Это частично ему удалось, но президент не смог отстоять интересы своей страны. В США Вильсон предстал перед недовольным Конгрессом, который не желал ратифицировать составленный президентом документ и не был готов к вступлению Америки в недавно созданную Лигу нации. Соединенные Штаты Америки вернулись к политике изоляционизма. Но политическая изоляция не ослабила влияние Штатов на весь остальной мир. Ничто не могло противостоять ему ни на культурном, ни на экономическом уровне. Люди мечтали об американских автомобилях, смотрели американское кино и танцевали под американскую музыку. Это был новый тип власти — империи, которая могла насаждать свое влияние, не обременяя себя завоеванием новых земель и управлением ими. Американское богатство обеспечивало армию союзников. После Первой мировой войны Франция и Великобритания остались должниками США. Британский национальный долг вырос в 10 раз. Англия была вынуждена отдать значительную часть своих зарубежных инвестиций. Остальные союзники, в частности Франция, были уверены, что долги им помогут выплатить востребованные с Германии репарации. Но немецкая экономика оказалась в катастрофически бедственном положении. В 1914 году один фунт стерлингов стоил 20 рейхсмарок. В 1922 году — 35 тысяч рейхсмарок. А в 1923 году, когда в Германии началась гиперинфляция, один фунт стерлингов стоил 16 триллионов марок. Стабилизировать немецкую экономику помог предложенный Америкой план Дэвиса, согласно которому Германия смогла одолжить средства у США. Получилось, что Соединенные Штаты одолжили Германии деньги на возвращение долгов Англии и Франции, которые затем должны были вернуть долг Америке. Это была лишь одна из экономических оплошностей, допущенных в эпоху, когда еще не были основаны регулирующие глобальную экономику учреждения, такие как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Лишь одна. К 1929 году задолженность Германии перед американскими банками выросла до 100 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Реальная сумма составляла 8,5 миллиардов. В том же году произошел биржевой крах в США. Он привел к потере 10 миллиардов долларов суммы, превышавшие затраты на войну и реальную задолженность Германии перед Соединенными Штатами. Финансовая катастрофа поставила точку на эпохе 20-х, за которой последовало, по выражению поэта Уистона Хью Оддена, низкое бесчестное десятилетие. На 30-е годы пришлась Великая депрессия, тяжело сказавшаяся на жизни среднего и рабочего классов во всех странах. В том числе и в Германии, где экономический крах привел к смене власти. Новая популистская партия, за которую на предыдущих выборах проголосовало всего 2,5% населения Германии, в 1930 году набрала целых 18,3% голосов. Течение национального социализма внезапно стало серьезной политической силой. Адольф Гитлер приобрел большое политическое влияние. Послевоенные трудности вкупе с экономической депрессией во всех странах создали на мировой политической арене нечто вроде вакуума. И его начали заполнять диктаторы с их четкой позицией по любому вопросу, демонстрацией силы и театральными выступлениями. Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Салазар в Португалии, Франко в Испании и Сталин в Советской России. Муссолини пришел к власти в Италии в 1922 году. Как и другие диктаторы, он сыграл на разочаровании народных масс в недавно окончившейся войне. В боях погибло 600 тысяч итальянцев, воевавших на стороне союзников. При этом Италия была отстранена от составления мирного договора и не получила практически никакой компенсации за поддержку союзников. Новый, сильный лидер обещал стране одной из главенствующих мест на мировой арене. Он сулил Италии господство над Средиземным морем. Маре Ностром. И клялся построить империю, сравнимую по могуществу с Древним Римом. Италия захватила часть Ливии, а в 1935 году направила войска на территорию современной Эфиопии, победневшую Абиссинию, чей правитель именовал себя императором. Сохраняя императорское достоинство, Хайле Селасси обратился за помощью в Лигу наций, но его просьбы остались без ответа, что лишь подчеркивало политическую беспомощность Лиги. Мир еще не видел ничего подобного. Али Селасси стоит молча, ожидая, пока умолкнут итальянские репортеры. Хотя Муссолини действительно был сильным правителем, его заветной мечте об итальянском господстве не было суждено сбыться. Время показало, насколько бесплодными были его амбиции. Поддержкой богатых и влиятельных сограждан Муссолини смог заручиться по той же причине, что и Салазар в Португалии в 1932-м и Франко в Испании в 1936-м. Многие боялись победы коммунизма. Эти опасения также сыграли важную роль в приходе Гитлера к власти в Германии. В начале 20-х годов никто не мог состязаться с большевиками. Новое коммунистическое государство, взявшее в 1922-м году название Союз Советских Социалистических Республик, подтверждало худшие опасения устоявшихся режимов. Оказалось, что народ способен прийти к власти, завладеть производством и перевернуть понятие собственности с ног на голову. Приход к власти диктаторов правого толка был обоснован, помимо прочих факторов, ростом популярности консервативных ценностей. Патриотизм и национализм позволяли перенести народный гнев с внутреннего противника начальства аристократии на противника внешнего, грозившего разрушением устоявшегося образа жизни. Хотя в философском плане коммунизм и нацизм представляли полную противоположность друг другу, эти два режима сходились в одном важном аспекте. Оба они были абсолютными, незыблемыми, уверенными в своих принципах – господстве одного класса или одной расы. Оба были тоталитарными. Государство контролировало все общественные сферы – образование, благосостояние, здравоохранение, промышленность, хозяйство, транспорт, экономику, культуру. На пике своей власти Гитлер и Сталин являлись двумя самыми могущественными людьми 20 века. Но именно первый задал курс, перевернувший устройство всей Европы и всего мира. Именно Гитлер вовлек мир в войну. Ни его цели, ни его отношение к врагу, ни его программа в ходе этой войны не изменилась ни на йоту. Он не сомневался в себе. Его кредо было сформулировано в книге «Mein Kampf» или «Моя борьба», надиктованной Рудольфу Гессу в 1923 году. В 1945 году перед самой смертью Гитлер составил в берлинском бункере политическое завещание, которое заканчивалось следующими словами. «Превыше же всего я призываю лидеров нации и всех подчиненных им неукоснительно соблюдать расовые законы и безжалостно противостоять общему отравителю всех народов – международному еврейству». Излагая историю Второй мировой войны, мы будем снова и снова убеждаться в том, что все политические формулировки и стратегические решения Гитлера основывались на его собственной расовой теории. Эти соображения приводят к одному выводу – он проиграл войну, потому что он был нацистом. Перед тем, как отследить путь Гитлера до того момента, когда, по его мнению, война стала неизбежной, перенесемся в другую часть света, где другая империя, также руководствуясь расовыми предрассудками, уже находилась в состоянии войны. Эта империя не преследовала те же цели, что и нацисты, однако была готова вступить с ними в сговор против общего врага. Начав таким образом войну на всех континентах, японские войска уверенно захватывают Маньчжурию, оккупируя города и деревни. Чего стоит империя? Версальский договор принес Японии не меньше разочарований, чем многим странам, участницам Первой мировой войны. Однако перемирие также принесло империи новые территории. Ей были отданы бывшие немецкие концессии в китайской провинции Шаньдун, а также несколько Тихоокеанских островов. Все это сыграло роль в назревающем конфликте. Разочарование прежде всего произрастало из того, что Версальский договор не включил в себя предложенную Японией позицию о расовом равенстве. Главным противником этого дополнения был австралийский премьер-министр Уильям Хьюз, заинтересованный в сохранении политики Белой Австралии. В рамках этой политики белые австралийцы получали превосходство перед всеми прочими жителями малонаселенного континента, и в частности японскими мигрантами. Япония же была густонаселенной страной и могла противостоять перенаселению, а главное — истощению ресурсов только одним способом, а именно присваивая новые территории любым путем. Расширять свою территорию Японская империя начала в 19 веке. Она завоевала Окинаву, Тайвань, ранее этот остров назывался Формоза и Корею, а в 1931 году японские войска вторглись в китайскую провинцию Маньчжурия. Я вступил в армию добровольно. Я был готов участвовать в войне, был готов трудиться, чтобы помочь моей родине завоевать Маньчжурию и продолжить покорять континент. Мои деревни все плакали, называли меня несчастным, но я вовсе не считал себя таковым. Я радовался и думал, с завтрашнего дня я буду служить своей стране. Лига наций выразила официальное неодобрение действиями империи, но та была непоколебима. Япония не считает возможным принять официальное заключение, вынесенное ассамблеей на этом заседании. Япония вышла из Лиги наций и в 1937 году начала полномасштабный захват китайских территорий. После того, как японские войска проникли вглубь Восточной Азии, а затем напали на гавань Перл-Харбор, конфликт на Востоке стал частью Второй мировой войны. В эти годы имперских экспансий лишь один японский лидер не покидал своего поста. Это был император Хирохита, взошедший на престол в 1926 году. По древнему японскому обычаю, новой эре правления было присвоено название. Время правления Хирохита нарекли эпохой Сёва, что в переводе означало «эра процветающего мира». Роль Хирохита во Второй мировой войне до сих пор является предметом споров. Кем был император? Формальным правителем, которого морская биология увлекала куда сильнее политики? Или же влиятельным лидером, сравнимым со Сталином в Советском Союзе, Рузвельтом в США, Черчиллем в Великобритании и Гитлером в Третьем Рейхе? Чтобы лучше понять историю Японской империи, вернемся к ранней биографии Адольфа Гитлера, чтобы проследить за тем, как постепенно разгоралось пламя мировой войны. В 1919 году Гитлер за свои заслуги на поле боя во время Первой мировой войны был отправлен на курсы агитаторов. Он читал лекции на политические и социальные темы. По словам историка Яна Кершоу, Гитлер нашел свое призвание, стал оратором. Гитлер вступил в немецкую рабочую партию, а точнее, в принадлежавший ей отряд штурмовиков, прозванных коричневыми рубашками и являвшийся чем-то вроде уличной армии. В 1920 году сформировалось ядро нацистской партии. Первые отряды вели борьбу с большевизмом, а также рьяно оспаривали тот факт, что их страна проиграла войну. По мнению Гитлера, который считал свою армию непобедимой, Первая мировая война окончилась капитуляцией, поскольку Германии нанесли удар в спину. Гитлер винил в этом неких предателей Родины. Это был миф, но многие считали его истиной. Эта версия не получила бы столь широкого распространения, если бы союзники не приняли условия перемирия и предпочли вместо этого взять Берлин, чтобы удостовериться в безоговорочном поражении противника. Союзники не стали повторять эту ошибку. В 1945 году война считалась оконченной только после безоговорочной капитуляции. Но до этого было еще далеко. 27 января 1923 года на Первом съезде Национал-Социалистической партии, НСДАП в Мюнхене Гитлер заявил, что Германия должна раз и навсегда покончить с изменниками. Тех, кто подписывал соглашение о перемирии, нацистский лидер в своей речи назвал преступниками. Он называл соглашение диктатом. В каждой речи Гитлер упоминал постыдный договор. Так он отзывался о Версальском договоре. В 1923 году Гитлер был посажен в тюрьму после неудачной и слабой попытки свергнуть правительство, получившее название «Пивной путь». Но то было время перемен, и народная воля была также переменчива. На президентских выборах в марте 1932 года Гитлер проиграл Гинденбургу с небольшим отрывом, набрав 37% голосов. Признавая популярность Гитлера, президент Гинденбург 30 января 1933 года назначил его канцлером Германии. Спустя месяц после вступления Гитлера в должность было подожжено здание немецкого парламента – Рейхстага. Кто же устроил этот пожар? Молодой голландский коммунист Маринус Вандерлюбе был арестован, осужден и казнен. Во время допросов юноша молчал. Ходили слухи о том, что поджог устроил Гитлер, чтобы запугать население неминуемой коммунистической революцией. Атмосфера подозрительности позволила канцлеру арестовывать своих политических противников, замещая парламентскую демократию режимом диктатуры. На протяжении года Гитлер методично создавал однопартийную систему. В ноябре он провел референдум, где предложенные им реформы поддержало 92% избирателей. Что касается его противников, многие из них перебрались в Саарскую область, которая на тот момент не принадлежала Германии по условиям Версальского договора. Следующий референдум прошел в ноябре 1934 года после смерти Гинденбурга. На референдуме рассматривался вопрос об объединении президентской и канцлерской должностей. За проголосовало неполных 90%. Так Гитлер стал фюрером. Неоспоримый лидер однопартийного государства получил все свои полномочия конституционным путем. Дальнейшее может служить пособием по политике устрашения и игре на национальных чувствах. Зонтики защищали собравшихся от снега. Но ничто не может охладить немецкий пыл. 13 января 1935 года прошел плебисцит по вопросу о будущем Саарской области, что принадлежало Франции. По условиям Версальского договора область была передана Франции на 15 лет, после чего жители Саара должны были путем голосования определить государственную принадлежность данной территории. По распоряжению Гитлера министр пропаганды Йозеф Геббельс провел кампанию, всячески превозносившую преимущества объединения с Германией или Третьим Рейхом. Геббельса поддержала Саарская католическая церковь. В плебисците участвовало 98% населения. 0,4% проголосовало за присоединение к Французской республике. Менее 9% проголосовало за статус-кво. 90,8% проголосовало за полное присоединение к диктатуре нацистской Германии. Недооценивать амбиции и политические способности Адольфа Гитлера было крайне опасно. Именно такую ошибку совершил Уинстон Черчилль. Выступая в палате общин, он называл нацистского вождя не иначе, как капрал Гитлер. В 1935 году Черчилль выпустил сборник очерков под названием «Великие соотечественники», где немецкий лидер был назван бывшим капралом. Сын лорда и потомок герцога Мальборо не скрывал своего изумления. Он был ошарашен тем, что унтер-офицер из простой семьи сумел подняться до столь впечатляющих высот. Черчилля во многих отношениях можно было назвать пережитком викторианской эпохи. На конференции в Каире 1943 года его личный врач Лорд Моран отметил, насколько различным было отношение британского и американского лидера к Чану Кайши. «Для президента Рузвельта Китай это 400 миллионов человек, с которыми придется считаться в будущем», рассуждал Лорд Моран. А Уинстон обращает внимание только на цвет их кожи. Черчилля помнят и чтут, как военного лидера. Возможно, не будь судьба столь благосклонна к нему, британского премьер-министра вспоминали бы иначе. Он был яростным противником присвоения Индии права Доминиона, хотя возглавляемая им партия придерживалась иного мнения. Вот его слова. Чувство тревоги и омерзения вызывает вид мистера Ганди, поднимающегося в полуобнаженном виде по ступеням Королевского дворца, чтобы на равных поговорить с представителем Его Величества. Леди и джентльмены, следите ли вы за происходящим в Индии с должным вниманием? Ситуация усугубляется с каждым днём. Слабость и некомпетентность властей сеют смуту и провоцируют беспорядки среди трёхсот миллионов простых туземцев, за благополучие которых отвечаем мы. В некотором смысле различие между Гитлером и Черчиллем было мизерным. Однако же оно решало всё. ЧЕГО СТОИТ ИМПЕРИЯ В 1935 году Гитлер, заручившись полной поддержкой народных масс после референдума 1934 года и плебисцита в Сааре, ввёл два законодательных акта, раскрывших нацистскую философию в её крайнем проявлении — Нюрнбергские законы. По данным статистической службы Рейха, в 1933 году евреи составляли три четверти процента немецкой популяции. Но в этот крохотный процент входило 17% немецких юристов и 11% немецких врачей. Начиная с 15 сентября 1935 года эти люди были лишены гражданских прав. Закон дополнялся многочисленными поправками, целью которых было определить, к примеру, какое количество еврейских предков делает человека евреем. Абсурдность так называемой расовой политики в полной мере проявилась в том, как государственные структуры рассматривали события «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года. В ту ночь уличные банды нападали на евреев и крушили принадлежавшие им магазины. Рейнхард Гейдрих, глава Национальной службы безопасности, разослал по полицейским участкам срочную телеграмму с инструкциями, где было указано, что синагоги можно сжигать лишь в том случае, когда пожар не угрожает соседним зданиям. Согласно указу, изданному после этой мародерской акции, евреи были в ответе за причиненный им имущественный ущерб, а еврейская община должна была выплатить штраф в объеме 1 миллиарда рейсмарок. В том же году вопрос помощи еврейским беженцам обсуждался представителями 32 государств на авианской конференции. На этой встрече, проведенной по инициативе американского президента Рузвельта, рассматривалась, по выражению самих делегатов, недобровольная миграция из Германии. Никто не протянул евреям руку помощи. Вот ответ австралийского делегата сэра Томаса Уайта. «В Австралии нет и не было расовой проблемы», заявил сэр Томас, «и мы не собираемся ее импортировать». Вторая мировая война затронула каждый из мировых континентов. Точное количество потерь подсчитать невозможно. Известно, что погибло не менее 50 миллионов человек. Война затронула 500 миллионов жизней. Это больше одной пятой от населения мира на момент начала бою. Этот конфликт уникален по нескольким причинам. Во-первых, между 1939 и 1945 годами количество погибших мирных жителей превосходило число убитых солдат. Люди погибали от голода, от военных действий, таких как бомбежки. И в середине 20 века, когда, казалось бы, набеги варваров давно остались позади, в наше время около 14 миллионов человек было зверски убито. Людей расстреливали, ровили газом, морили голодом. И все эти злодеяния исполнялись совершенно официально в соответствии с правительственной программой. Уничтожение гражданских лиц на оккупированных территориях было поручено «Айнзацгруппам» спецотрядам немецких военных и полицейских. Но еще до того, как Гитлер приступил к своей программе уничтожения, миллионы человек в СССР были убиты по распоряжению Сталина, а за японской империалистической армией закрепилась репутация, очиститься от которой было уже невозможно. За год до авианской конференции 5 июля 1937 года договор о совместном противостоянии японскому империализму подписали двое противников, боровшихся друг с другом за господство над Китаем. Националист Чан Кайши и глава коммунистической партии Мао Цзэдун. Спустя два дня наступление японской армии инициировало конфликт, вошедший в историю Китая как война сопротивления Японии. Националисты отступили в город Чунцин на юго-востоке провинции Сычуань, оставив свою прежнюю столицу, город Нанкин, который также называли Нанцзинем. Окупировав Нанкин, японская армия принялась бесчинствовать. В течение полутора месяцев и, вероятно, смолчаливого попустительства властей, солдаты всех званий бродили по улицам города, убивая и насилуя мирное население. Вот как высказался о китайском народе лейтенант-полковник Танако Рюкичи, глава японской секретной службы в Шанхае. С этими тварями можно делать все, что угодно. Однако вскоре история покажет, что невозможно построить, а главное — сохранить империю, придерживаясь подобных взглядов. Кои-кто оправдывает зверства японской армии, ссылаясь на старинный японский военный кодекс. Но «бусидо» в переводе означает «путь воина» и не имеет никакого отношения к нанкинской резне. Пока в Китае полыхали бои, главы европейских государств вели войну на другом уровне, бумажном, с единственной целью — сохранить мир. Это называлось политикой умиротворения. В Великобритании многие сочувствовали Германии, хотя и не одобряли ее политику. Британцы понимали, что мирный договор лишил миллионы немцев родины, отнял у страны ее исторические территории и вынудил ее выплачивать не слишком справедливые репарации. Кроме того, британцам нравилось считать, что они играют по правилам. Поэтому договоренности с нацистами рассматривались не как сделка с дьяволом, а как попытка пойти навстречу режиму, предъявляющему, в общем-то, вполне разумные требования. Смелый гений, премьер-министр, вселяет в нас новые надежды. Чем бы ни закончились переговоры с Гитлером, мир будет знать, Англия сделала все возможное. Но требования Гитлера, разумеется, вовсе не были разумными. Всю жизнь тот был непоколебимо уверен в одном. В каждом своем воззвании он утверждал, что святое право, даже предназначение Германии, расширить свои земли на восток. Принцип Лебенсраум основывался не на потребности в новых территориях, то было возрождение старых имперских амбиций. Германия страстно мечтала о господстве над континентальной Европой. И это было не вновь. Те же амбиции были выражены в сентябрьской программе 1914 года. То, что земли к востоку от Германии уже были населены другими народами, нисколько не смущало Гитлера. Эти народы были признаны недочеловеками, которым не было места в немецком рейхе. Гитлер собирался переселить их в азиатскую часть СССР, в Сибирь. Либо же умертвить. Японские власти придерживались такого же мнения о своих соседях. Хотя Германия и Япония во многом отличались друг от друга. Идеи, которыми оба государства оправдывали немыслимую жестокость, были весьма схожи. В японском варианте программы «Лебенсраум» после оккупации китайских территорий планировалось привести в исполнение схему под названием «миллион домов». То есть поселить на захваченных землях миллион японских семей. Японские власти не задумывались о том, как поступить с выселенными китайцами. У нацистов же был свой план. Он назывался планом голода. Было официально подсчитано, как скоро вымрет коренное население, чтобы немцы могли поселиться и обеспечить себе пропитание на новых землях. Согласно этому плану, от голода должно было погибнуть 30 миллионов человек. Потакание такому режиму не могло стать залогом долгосрочного мира. Но, к сожалению, обаятельный образ премьер-министра Чимберлена — зонтик, шляпа, поднятый воротничок — будто не позволял сомневаться в решениях этого джентльмена. Гитлер нарушил все условия мирного соглашения. Он вооружил армию, создал воздушный подводный флот, что строго воспрещалось. Вашел в Рейнскую область и начал готовить наступление на Судетскую область в Чехословакии. Британский премьер-министр изобрел челночную дипломатию. Во времена, когда перелеты трудно было назвать комфортабельными, Чимберлен за две недели в сентябре посетил три встречи, которые можно назвать первыми всемирными саммитами. «Когда я вернусь, надеюсь, что скажу подобно Хоцперу в месте король Генрих IV, среди этой крапивы мы сорвали цветок безопасности». Наконец, соглашение было подписано в Мюнхене 30 сентября 1938 года. На повестке дня у Гитлера был лишь один пункт – Чехословакия. Вот как высказался по этому поводу Чимберлен в своем обращении по радио. «Насколько же это немыслимо, кошмарно, что нам пришлось бы копать траншеи и надевать противогазы из-за конфликта в далекой стране между народами, о которых мы так мало знаем». Так Чехословакию принесли в жертву. Она была аннексирована Германией 21 октября. Поддавшись на заверение в том, что Германия больше не имеет территориальных амбиций, Чимберлен в обращении к народу заявил «Отныне, думаю, начнется мирное время». Но это мирное время продлилось совсем недолго. Гитлер во что бы то ни стало желал расширить границы своей империи до самой Москвы. В другой части мира точно так же не могла сдержать своих захватнических амбиций Япония. Державам Старого Света Британской, Французской, Голландской предстояло суровое испытание. Борьба за империю повергла мир в состояние войны. Чего стоит империя? Следующей серии нашей программы Адольф Гитлер вторгся на территорию Польши. Но на этот раз вопреки его ожиданиям Франция и Великобритания сдержали условия Версальского договора. Так была объявлена война. Но, как отметил американский государственный деятель, поначалу это была фальшивая или странная война. Программа к показу подготовлена компанией СДИАМЕДИА в 2016 году. Перевод Анны Заславской. Текст читал Михаил Карасиков. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ